Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Видопульс» и я, врач компании, Рчебасова Елена Алексеевна. Сегодня мы построим наш вебинар таким образом, что посвятим время разбору конкретной карточки конкретного пациента, который был на обследовании на ПК «Видопульс». Попытаемся выяснить проблему и дать необходимые рекомендации. Итак, перед нами пациент. Как мы видим, это мужчина в возрасте 53 лет. Если мы посмотрим на его антропометрические данные, то мы видим, что рост его составляет 170 см, вес 72 кг. Все это тоже очень важно для оценки его состояния и той возможной проблемы, с которой он к нам обратился. Итак, с чем же обратился к нам этот пациент? Пациент обратился к нам с такими жалобами, что он стал замечать за собой быструю утомляемость. Утомляемость, связанную с физической нагрузкой. И физическая нагрузка заключается не в каких-то чрезвычайно тяжелых физических упражнениях, а обычная повседневная физическая нагрузка – это, допустим, подняться на свой этаж, это пройти по улице какое-то количество метров, какое-то определенное расстояние. И вот что мы от него узнали, что живет он на четвертом этаже, и при подъеме на свой четвертый этаж пешком он теперь останавливается на лестнице для того, чтобы отдохнуть. Останавливается он где-то в районе второго этажа, это теперь происходит у него регулярно. Он отдыхает, потому что у него возникает в момент поднятия даже уже на второй этаж болезненные ощущения. Ну или по-другому боль за грудины, которая появляется исключительно при физической нагрузке. И эта боль также сопровождается изменением, нарушением дыхания. То есть возникает одышка, воздуха не хватает, как он сам изъясняется. И затем, немножко постояв, отдышавшись, он вновь поднимается и проделывает еще два этажа и добирается до своей двери. Таким образом, значит, что мы еще выяснили? То есть, что если он идет просто по улице, то обычная ходьба в таком среднем режиме вызывает у него также неприятные ощущения за грудиной. Ну где-то вот, как он говорит, проходит достаточно небольшое расстояние, где-то примерно метров 200-250, чего раньше не было. И никогда на это не обращалось внимания. Теперь он обращает внимание, и вот я выношу на слайд те основные жалобы, которые он предъявил. Это боль за грудиной при физической нагрузке. Что же это за боль? Боль бывает совершенно разного характера. Вот в данном случае боль, во-первых, сразу, да, обращаем внимание, только при физической нагрузке. Боли в состоянии покоя нет, и эта боль имеет такой тупой характер. То есть, это не острая боль. Пациент не может локализовать и конкретно, допустим, одним пальцем показать, что вот в этой точке болит. Нет. Он показывает как бы все ладони, вводит по области груди, в основном в области левой половины, и говорит, что тут появляется такая как бы тупая, несколько сдавливающая боль. И на фоне этой боли возникает нарушение дыхания, то есть одышка. Соответственно, мы фиксируем все эти жалобы, отмечаем их, и в дальнейшем начинаем проводить уже исследования. После того, как мы сделали пятиминутную запись электрокардиограммы, оценили ее, да, исправили все, что было необходимо, я имею в виду сейчас артефакты, и мы сейчас уже подходим к каким-то конкретным результатам, конкретным проявлениям. Итак, первая вкладка, которую мы оцениваем, это вкладка «Индексы». «Индексы». Она информативная, является таким неким скрининговым тестом состояния человека. И первое, на что мы обращаем внимание, это, конечно же, на показатели индекса стресса, то есть уровня стрессового напряжения. Мы видим, что этот показатель составил всего 19. То есть этот показатель даже ниже нормальных значений. Нормальное значение – это зеленый коридор. Мы говорим, да, это где-то от 60 до 200. Здесь показатели попадают в синюю зону, показатели составляют 19, что очень мало. И мы знаем, что показатели в коридоре от 0 до 30. свидетельствуют о том, что у данного человека преобладают стресс-лимитирующие системы, то есть те системы, которые направлены на подавление, развитие стрессовых реакций. То есть, другими словами, это свидетельствует об инертности стресс-адаптирующих механизмов. И вот, наблюдая такой индекс стресса, сопоставляя его с индексом цены адаптации, которая тоже составляет незначительное количество, 19%, и входит в коридор от 15 до 30, что свидетельствует об избытке ресурсов адаптации, и даже где-то находится на пограничной зоне между коридором 0.15 и 15.30, что говорит, опять же, об инертности, о застойных явлениях и о том, что нарушены механизмы приспособления адаптации к каким-то стрессирующим ситуациям. Плюс, сразу же обращаем внимание на показатель скорости биологического старения, который составляет 0.1, и уходит в крайне левое значение, то есть, опять же, не попадает в коридор нормы, а значительно меньше этих показателей. И сразу понимаем, что при соотношении механизмов возбуждения и торможения у данного человека мощно выражены механизмы торможения, то есть процессы релаксации. Если говорить более медицинским языком, то в механизмах регуляции преобладает влияние парасимпатической вегетативно-нервной системы. Вот уже, так скажем, наблюдая вот эти три показателя, можно сразу предположить, что перед нами человек с несколько измененным регуляторным контуром и в сторону преобладания, конечно, парасимпатического воздействия. И все эти показатели, они являются как бы косвенным проявлением того, что у этого человека преобладает капхотип конституции. Ну, будем разбираться дальше, и увидим, будет подтверждено это наше предположение, либо нет. И последний индекс – это индекс морф функционального состояния. Он составляет ровно половину от нормы, то есть 50%, что говорит о среднем состоянии здоровья, о средних показателях работоспособности. И вот в подтверждение наших слов следующая вкладка – это вкладка «Спектр». И вкладка «Спектр», которая как раз и оценивает влияние механизмов регуляции. Первое, что мы смотрим, мы смотрим на показатель ТП – Total Power. Это тот показатель, который оценивает в целом жизненные ресурсы, адаптационные возможности этого организма. Ну, и вот этот показатель составляет 10 тысяч. 10 тысяч – это очень много, и мы знаем, что норма широкая составляет где-то примерно от 1 до 4 тысяч. То есть этот коридор мы рассматриваем как коридор довольно широкой нормы. Ну, совсем идеальный – это 1,5-3 тысячи, но границы диапазона могут несколько расширяться, и мы принимаем их за показатели условной нормы 1,4. 4,6, если мы будем идти по возрастающей, так как у нас здесь высокие значения, это говорит о повышенных ресурсах адаптации, о высоких адаптационных возможностях и ресурсах. Ну, это бывает выражено для определенных категорий людей, тех, которые в своей жизни тренированы, адаптированы к каким-то нагрузкам. Здесь же показатель составляет 10 тысяч, и это ни в коем случае нельзя рассматривать как хороший показатель. Это нельзя рассматривать как замечательно выраженные ресурсы адаптации, способность там приспособиться. Нет. Это все наоборот. И вот этот показатель 10 тысяч, он нам свидетельствует как раз о вегетативной дисфункции. Причем дисфункции как раз проявляющиеся по парасимпатическому типу. И это характеризуется инертностью систем регуляции в целом в процессах адаптации. То есть это наоборот, да, то есть это нам говорит о том, что данный человек находится в несколько истощенном состоянии и неспособности адекватно реагировать на определенные нагрузки. Если же мы посмотрим те компоненты, из которых складывается Total Power, то сразу же и по графику, и по значениям заметно, что преобладает зеленый фон, то есть преобладают волны высокочастотного диапазона, которые как раз и характеризуют парасимпатическое звено регуляции. То звено, которое направлено на релаксацию, торможение, восстановление, но в данном случае оно очень сильно превалирует над показателями симпатического воздействия, то есть механизмами мобилизации и проявлениями центральной регуляции, то есть те проявления, которые у нас регистрируются в очень низкочастотном спектре. И если мы эти показатели теперь посмотрим в относительных значениях, то есть непосредственно в процентах, которые также отражены вот здесь на круглой диаграмме, мы видим, какую роль в механизмах регуляции преобладает высокочастотный диапазон, то есть проявление, еще раз хочу сказать, парасимпатической иннервации. Он составляет практически от всех видов регуляции практически 80%. Это очень-очень много. И мы знаем, что когда преобладает это релаксирующее влияние, преобладают тормозные эффекты, это, конечно же, склонность к капхотипу проявления. И если рассмотреть соотношение между собой механизмов релаксации и механизмов возбуждения, то это соотношение составило где-то примерно 0,1. И соотношение это мы уже с вами наблюдали в предыдущем слайде, когда оценивали скорость биологического старения. То есть вот два слайда, то, что уже непосредственно вынесено в конкретных показателях, мы сейчас рассмотрели в механизмах регуляции, в их значении, и видим мощное влияние парасимпатического звена. Следующая вкладка, мы идем сейчас по диагностическому модулю, это вкладка гистограмма. Вот хочется обратить внимание на вот этот вот контур гистограммы, на такое распределение гистограммы. Давайте посмотрим сразу же, что гистограмма смещается вправо, в красную зону вправо, где продолжительность, да, то, что у нас откладывается по горизонтальной шкале, это продолжительность терроринтервалов, она здесь значительно увеличивается, что опять же говорит нам о брадикардии, то есть об урежении ритма сердечных сокращений. И вот нам программа выдает это значение, частоты сердечных сокращений, оно составляет 57, что несколько меньше, чем это нужно в норме. Далее, посмотрите, гистограмма, она как бы размазана, растянута, то есть очень большая разница между показателями самого максимального RR-энтервала, вот здесь он откладывается в таблице, и показателями самого минимального RR-энтервала. Ну и мы знаем, что вот эта разница между максимальным и минимальными сердечными циклами, она регистрируется в показателе MX-DMN, или другими словами, это называется вариабельность ритма сердца, которая у данного пациента составила 488. Это очень много, потому что норма, мы с вами тоже знаем, составляет от 150 до 250. Разница в данном случае, ну, в два раза больше. Это как раз свидетельствует о таком большой разрыве между показателями максимальных и минимальных RR-значений, что опять же говорит о вегетативной дисфункции, проявлении вегетативной дисфункции, смещения графика вправо, значит, с преобладанием парасимпатических влияний. Плюс, хотелось бы обратить внимание на такой показатель, как амплитуда моды, он здесь очень недостаточный и составляет где-то примерно 18. Это мы смотрим по самому высокому синему столбику. Сочетание, да, такой большой вариабельности и незначительной амплитуды, это нам еще раз подтверждает, что индекс напряжения будет очень-очень незначителен. Вот он, 18, и этот индекс напряжения мы видели сразу же, ну, вот в этом первом слайде, когда оценивали индекс стресса. То есть мы все это доказали, подтвердили, за счет чего этот индекс такой незначительный. Вот, зная теперь все эти проявления, мы заходим во вкладку «Баланс». И что же мы здесь видим во вкладке «Баланс»? Вкладка «Баланс» – это как раз та вкладка, которая оценивает физиологические тенденции в регуляции всех функций организма. И мы видим, что у данного человека идет преобладание капхотипа, да, регуляции по капхотипу конституции. Причем показатели капха не просто превалируют, преобладают, а показатели составляют 6 единиц, что больше верхненормальных значений выходит уже за пределы нормы, и это свидетельствует о том, что проявление капхотипа находится даже в дисбалансе, то есть много капха, много проявлений парасимпатических воздействий, и в связи с этим мы видим вот такую дисфункцию в регуляции. Но хотелось бы обратить внимание на проявление баланса ДОЖ. Значит, здесь мы видим, конечно же, капха выходит на первое место по своему значению, но если разбирать тип дуальности, то мы видим, что это человек-представитель капха ПИТА, типа конституции, так как ПИТА тоже довольно-таки хорошо выражена, и даже больше, чем 3 составляет. Вот такое проявление капха ПИТА, мы уже с вами такое разбирали на предыдущих вебинарах, это проявление, которое характеризует такой синдром, который называется в Айурведе как застой крови. И в целом, давайте теперь вот соберем все, что мы уже знаем. А знаем мы, что перед нами пациент-мужчина, что возраст у него уже больше, чем 50 лет, что тип конституции, ну, я имею в виду сейчас антропометрические данные, довольно такой, ну, плотный, да, с небольшой такой склонностью к полноте. Мы видим, что у данного человека жалобы, да, мы обращаемся, вспоминаем к жалобам, характерные такие прям жалобы, и плюс дисфункция, да, вегетативная дисфункция по парасимпатическому типу, и он яркий представитель капха-пита-конституции, что свидетельствует о проявлении застоя крови. Ну, и вот я как врач, я сразу делаю предположение, предположение, да, потому что любое предположение нужно чем-то подтверждать, что у данного человека имеются проявления ишемической болезни сердца. Ишемическая болезнь сердца, она может проявляться по-разному. К ишемической болезни сердца, ну, как крайний вариант, относится и инфаркт миокарда, и одним из проявлений ИДС является стенокардия. И есть такое понятие, как стенокардия напряжения, стенокардия покоя. У данного пациента боли, характерные боли за грудиной, возникают только при физической нагрузке. Причем он нам даже охарактеризовал, после какой физической нагрузки возникает боли, нарушение дыхания. И мы можем уже сразу предположить, что у данного пациента ишемическая болезнь сердца, проявление которой стенокардия, стенокардия напряжения. Ну, и уже если быть более так, еще более конкретным, то ставится еще и функциональный класс, это как раз появление болевого синдрома при физической нагрузке, ну, где-то 1-2. Ну, мы это предполагаем, да, и это может предположить, ну, опять же, доктор. В целом мы видим, что здесь идет синдром застоя крови. И имеются проблемы, связанные с изменением регуляции работы сердца, то есть в целом изменения, которые касаются работы сердечно-сосудистой системы. Следующая вкладка, которую мы открываем при работе на АПК «Видопульс» – это вкладка «Атлас и меридианы». это вкладка, вернее, две эти вкладки, они взаимодополняют друг друга. Но мы, когда работаем с пациентом, мы сначала всегда открываем вкладку «Атлас». И вот посмотрите, что характерно для данного человека. и нам программа показывает и выделяет, подсвечивает красным цветом сердце и сосуды. Вот я их выделяю, да, и здесь на этом, так скажем, изображении, на этом силуэте у нас как раз отображается вся сердечно-сосудистая система, которая задействована, которая находится в выраженном состоянии напряжения. То есть красный цвет – это проявление выраженности напряжения, какой-то остроты процесса. Значит, нам это еще раз подтверждает наше предположение. Увидели это, да, показали демонстративно пациенту. И обращаемся к вкладке меридианы. Вот перед нами китайская схема вкладки «Меридианы». И мы видим, что здесь красным цветом выделены два меридиана. Это меридиан пятый, меридиан сердца, и меридиан девятый. Девятый меридиан – это меридиан перикарда, который как раз дает характеристику регуляции сосудистого тонуса. То есть регуляция сосудистого тонуса, состояние сосудистой стенки. Мы уже знаем, да, что сосудистая стенка за счет ее эластических свойств, за счет ее мышечной оболочки, принимает активное участие в регуляции такого параметра, как артериальное давление. И в целом сосудистая стенка создает сопротивление току крови. То есть это мощный механизм регуляции всех показателей гемодинамики. Ну вот, отмечаем наличие выделенных в состоянии напряжения пятого и девятого меридианов. Нам это было подтверждено во вкладке «Атлас». Опять же, капхотип конституции синдром застоя крови. У меня не остается других сомнений, что здесь явное проявление ишемической болезни сердца и конкретно это проявление стенокардии. Следующая вкладка, которую мы открываем, это вкладка «Биоэнергетика». Вкладка «Биоэнергетика» оценивает в целом мощность энергетического поля, то есть в целом проявление энергетической активности, которая составляет, как мы видим, 64,8%. То есть это все энергетические запасы, которые есть у данного человека. В норме эта цифра должна приближаться к 100%, но здесь практически на 35% мощность энергетическая у пациента снижена. И далее эта вкладка позволяет оценить распределение энергетических потоков по системам, то есть по системам внутренних органов. Что же мы здесь наблюдаем? В норме хотелось бы видеть определенное равнораспределение между всеми этими системами, что в норме и должно быть. Но здесь имеются явные перекосы. Какие-то системы, как вы видите, забирают больше энергетических потоков, какие-то совершенно обедняются. Ну вот я выделяю жирным шрифтом то, что совсем в большом проявлении. И вот этот перекос, перераспределение энергетической потока произошло в сторону работы сердца, 26,7%. Это опять же сосуды 17,2. То есть это много. То есть получается, что как бы одеяло перетянуто в сторону сердечно-сосудистой системы. Что говорит, что на фоне общего снижения энергетических ресурсов, эти энергетические ресурсы распределяются неравномерно, а идут к тем системам, которые требуют больших энергетических затрат. Значит, со стороны этих систем имеется выраженное напряжение. Значит, эти системы работают, получается, на износ. Они испытывают нагрузку, и чтобы им выживать, вот таким образом энергия на них и уходит, да, больше распределяется. Ну вот обратите внимание, что помимо того, что идет распределение на сердечно-сосудистую систему, такое преобладающее, вот еще бронхолегочная система, которую я жирным не выделила, но по сравнению со всеми другими, составляет тоже 18%. То есть, если сравнивать с другими, это тоже много. То есть, в целом, в процесс перераспределения энергии включена не только сердечно-сосудистая, но и дыхательная система. Ну, работа сердца и дыхание легких – это очень плотный контакт. Соответственно, одышка почему появляется? Да, одышка появляется, потому что человеку не хватает кислорода. То есть, от чего появляются вот эти болевые проявления, которые пугают пациента, да, когда он резко останавливается, у него возникает чувство тревоги, страха, он хватается за сердце и возникает одышка. На фоне физической нагрузки все наши органы требуют, ну, а не в целом требуют питания, да, для нормальной своей жизни и обеспечения своих функций. Если же происходит любая нагрузка, в том числе физическая, то орган требует повышенного к себе внимания и повышенного питания. А питание, ну, в частности, что это? Это кислород, который доставляется у нас стоком крови через сосуды. И сердце, как основной орган сердечно-сосудистой системы, перекачивает кровь, передает ей кинетическую энергию, отправляя ее в крупные сосуды и далее в самые мелкие. И таким образом, стоком крови каждая наша клетка получает необходимые для нее компоненты питания. Но в результате выполнения физической нагрузки сердце требует себе большего питания, да, поступления кислорода. А этого не происходит. А почему? А потому что сосуды, которые доставляют кровь непосредственно к самому сердцу, не могут обеспечить его в полной мере всеми питательными компонентами, которые ему необходимы при вот такой функциональной ситуации. Почему это может быть? Это может быть в результате спазма коронарных артерий, коронарных сосудов, спазма. Ну, это, как правило, бывает на фоне какого-то стресса и за счет выброса больших доз адреналина. А, как правило, это бывает в результате того, что сосуды коронарные, они уже изменены. Они изменены образованиями, которые находятся на их внутренней поверхности, на внутренней стенке. И чаще всего это образование тромбов, тромбообразование. Плюс спазм, физическая нагрузка, это все равно какой-то стрессирующий момент. И сосуд, за счет того, что у него резко осужен просвет, он не пропускает достаточное количество крови. А крови нужно больше, так как это идет физическое воздействие. И сердце недополучает кислорода. А работу должно выполнять. И вот здесь происходит сбой. Возникает выраженный болевой синдром. Когда человек останавливается, отдыхает, у него уходят эти проявления физической нагрузки, то того просвета в коронарных сосудах, которые есть, достаточно, чтобы обеспечить ему, так скажем, безболезненное существование в состоянии покоя. Опять физическая нагрузка. Требуются повышенные, так скажем, поступления питательных веществ. Сосуд спазмирован. Сосуд, допустим, с какими-то тромбоналожениями не пропускает достаточное количество крови и кислорода. И отсюда возникают болевые синдромы. Если сердце не справляется с нагрузкой, кислорода не хватает, вот она, дышка. И начинается нарушение и системы дыхания. Если этот процесс запущен, то в последующем развивается еще так называемая недостаточность кровообращения. Но это уже совсем тонкости, это ставит врач при детальном исследовании, при детальной диагностике. Нашей задачей это не является. Все, что я рассказала, это для того, чтобы было понятно, откуда жалобы у пациента, почему они связаны с физической нагрузкой. И плюс, ну сразу здесь хочу сказать, что стенокардия, как проявление ИБС, это заболевание, которое, скажем, избирательно любят мужчин. То есть мужчины чаще подвержены этому заболеванию, особенно в возрасте где-то после 50 лет. Это мужчины, которые имеют, так скажем, избыточную массу тела, ведут гиподинамичный образ жизни. Курение. Одним из отягочающих факторов является, мы разбирали, да, фактор курения и влияние на сосуды. И если еще с пациентом поработать и расспросить его анамнез, ну, имеется в виду анамнез его семейный, то есть наследственность узнать, были ли у него в семье случаи, у ближайших родственников, которые страдали ишемической болезнью, там были проявления инфаркта или стенокардии, то это все как бы в копилку для того, чтобы конкретно выставить диагноз. Ну, мы видим то, что мы видим, мы видим, что имеется распределение энергетических потоков на сердечно-судистую дыхательную систему, и в совокупности того, что мы увидели ранее, мы как бы подтверждаем свое предположение, что здесь есть нарушение со стороны работы сердца и, в частности, проявления в сторону стенокардии. Следующая подсказка, следующая вкладка, которую мы рассматриваем, это вкладка «Недана». Вкладка «Недана» мы рассматриваем субдоши. Два основных маркера, которые сразу мы видим, и они, опять же, подтверждают наше предположение. Первое. Мы обращаем внимание на показатели «Вьяновата». Значит, что такое «Вьяновата»? «Вьяновата» – это та субдоша, которая непосредственно контролирует и отвечает за работу сердца и за распределение, за выброс сердцем крови в сосудистую систему. То есть та субдоша, которая контролирует работу сердца, работу сосудов, сосудистого тонуса, обеспечение кинетической энергии крови, которая передается во время систовы, то есть сокращения. И вот она, как правило, при той ситуации, которую мы видим, вьяновата находится в несколько угнетенном состоянии. То есть, посмотрите, находится в желтом спектре. И следующая субдоша, которая сразу же здесь обращает на себя внимание, и она подтверждает то, что мы думаем. Это субдоша по пита, проявлениям, соответственно, это садхака, садхака пита. Садхака пита, как правило, находится в состоянии напряжения. И вот здесь мы видим, что садхака пита уходит в красную зону, то есть больше, чем 4 единицы, соответственно, напряжена. Садхака – это та субдоша, которая в целом обеспечивает, как скажем, психоэмоциональное состояние. И вот это психоэмоциональное состояние, которое находится, возможно, в состоянии такого напряжения, повышенной возбудимости, напрямую имеет связь с сердцем. То есть это говорит о напряжении со стороны сердца. Следующую вкладку, которую мы открываем, это все идет не дано, но теперь это у нас идет тхату. Мы разбираем не дано тхату. Что может быть? Вот то, что мы сейчас видим, это не характерный признак для синдрома застоя крови. Но, тем не менее, вот здесь он проявился. Ну, мы много уже говорили, разбирали много различных нозологий. Говорили, что при любой остроте, каких-то таких вот выраженных проявлениях, любых, как правило, в напряжении находится рак татхату. Ну, и вот здесь мы тоже наблюдаем, что рак татхату находится в напряжении в красном фоне. Это, еще раз хочу сказать, не специфическое проявление выраженности любого процесса. Но, что мы здесь еще наблюдаем? Мы еще здесь наблюдаем, то, что касается нашей, так скажем, темы, это то, что в напряжении находится еще и мамса тхату. Мамса тхату – это третья ткань, которая характеризует состояние мышечной ткани. Мышечная ткань у нас что в организме? Ну, это скелетная мускулатура, благодаря которой мы двигаемся, да, и все движения выполняются. Это гладкая мускулатура, из которой состоят все наши внутренние органы, и бронхиальные дерева, и кишечник. И особая мышца в нашем организме – это сердечная мышца. Так вот, зная анамнез, видя, кто перед нами, зная жалобы, зная все, что мы сейчас продиагностировали, и увидев, что мамса тхату находится в таком выраженном напряжении, конечно же, мы думаем о состоянии миокарда, то есть о выраженном напряжении со стороны сердца. Следующее, что мы разбираем, а вот еще, что еще может быть? Ну, тоже проявление тхату, как разновидность. Посмотрите, рак-то может находиться, так скажем, в нормальном состоянии, но мамса, тем не менее, напряжена. Ну, есть различные проявления заболевания, да, обострение, период ремиссии. Мамса напряжена, это говорит, опять же, ну, при сочетании, да, всех вышеизложенных фактов, что имеется напряжение со стороны работы сердца. Следующая вкладка – это вкладка «Панча-Махабхуд», где мы оцениваем состояние пяти элементов, и, соответственно, что мы здесь видим? Мы видим, что в дисбалансе, в выраженном напряжении, в таком большом преобладании находится земля, притхи. И вот здесь, на этом колесе, мы видим, как много земли. Земля – это проявление капха, души, прежде всего. И земля – это то, что характеризует состояние тяжести. Так вот, тяжесть, застой, инертность – это все характерно для синдрома застоя крови, это все характерно для проявлений сердечно-сосудистой патологии. Мы видим, как много здесь показателей, отвечающих за тяжесть, и, соответственно, отсюда идет и блокирование всех других проявлений. То есть, если мы посмотрим на все другие элементы, то они даже в зеленый фон не попадают. То есть, проявления капхи очень значительны. И проявления за счет земли, то есть, за счет утяжеления. Ну вот, пройдя по всем вкладкам диагностического модуля, мы переходим уже непосредственно к статистике, вкладке «Статистика». Это то, что нам дает автоматическое заключение, автоматизированное заключение. Все индексы, которые мы рассматривали, мы на них сейчас останавливаться не будем. И мы видим, что программа нам дает заключение, что у данного человека имеется дисбаланс вегетативной регуляции с преобладанием парасимпатических воздействий. Да, вот они, высокий уровень восстановительного потенциала, преобладание его. Стресс-индекс нам еще раз характеризует, что сильный избыток капха-доши, что выраженная инертность и, соответственно, инертность всех стресс-адаптирующих механизмов. И на фоне этого всего идет значительное напряжение механизмов регуляции со стороны работы сердца и сосудов. То есть, в целом задействована сердечно-сосудистая система. Посмотрев все это, переходим в вкладку «Рекомендации». И в вкладку «Рекомендации» мы начинаем, как обычно, со вкладки «Образ жизни». Что мы здесь видим? Здесь рекомендации, конечно, даются для капха-типа Конституции. Перед нами яркий представитель. Общая рекомендация – физическая нагрузка, режим дня. Хотелось бы остановиться на физической нагрузке. Физическая нагрузка для капхи, если подсчитать, что здесь написано, она включает классические виды физической нагрузки для нормального состояния капхи. Относительно нормального. Для капхи, действительно, за счет того, что у них преобладает инертность и застой, им показана активная физическая нагрузка, и в том числе силовые нагрузки, какие-то длительные нагрузки. Но у нас пациент с синдромом застоя крови, у нас пациент с проявлением стенокардии. Поэтому ни в коем случае мы этому пациенту, когда будем выносить заключение, эту вкладку уже непосредственно в заключение в общее, ни в коем случае мы не будем ему назначать никакие силовые нагрузки. Силовые нагрузки в его состоянии противопоказаны. То есть никакие штанги, никакой там бодибилдинг. То есть упражнения должны быть такими размеренными и не должны вызывать дискомфорта. Потому что, смотрите, подъем на четвертый этаж, и то вызывает проблемы. Значит, что мы можем рекомендовать? Но физическая нагрузка должна обязательно присутствовать. Но какая физическая нагрузка? Такой вот упрощенный вариант. Очень показаны терренкуры. Терренкуры – это террен, да, то есть это курары лечить. Лечу как бы прогулками по земле. Ну, дословный перевод. То есть мы рекомендуем прогулки. Прогулки на свежем воздухе, в совершенно свободном режиме. Пусть это будет медленно, но ходить обязательно надо, да, для того, чтобы тренировать сердечную мышцу. И, соответственно, до возникновения болезненных ощущений. Это просто прогулки. Если у человека есть там сад, огород, то он может выполнять какую-то легкую физическую нагрузку. Ну, безумно себя натруждать не нужно. Копать огород – это все-таки силовые нагрузки. Не рекомендовано. Ходьба – плавание. Плавание тоже в очень размеренном, спокойном режиме. Вот такие нагрузки показаны для данного конкретного пациента, представителя КАПХА типа Конституции с проявлением синдрома застоя крови. Но еще раз хочу сказать, физическая нагрузка должна присутствовать. Следующая вкладка – это вкладка «ФИТО». Вкладка «ФИТО» мы подбираем определенные фитопрепараты и можем даже сделать комбинацию в виде фитосбора. Ну, вот на примере этого пациента, то, что я могу в своих силах сделать, я выбираю западную номенклатуру трав, я выбираю проблему заболевания сердечно-сосудистой системы и выбираю даже конкретную нозологию стенокардия. Из представленных трав некоторые, как вы видите, подсвечиваются жирным шрифтом. И вот теперь давайте попробуем сформировать фитоконструктор из того, что нам предложили. Ну, фитоконструктор, как вы знаете, формируется по принципу «воин-царь-царица». Ну, давайте возьмем в качестве воина, который непосредственно влияет на причину заболевания боярышник. Возьмем мы его где-то 50%. «Царь» – это тот компонент, который влияет на конституцию. На конституцию, ну, давайте возьмем, допустим, пустырник. Вот он у меня выделен жирным шрифтом и подсвечен. И третий компонент – это царица. В качестве царицы мы возьмем мяту перечную. Почему мяту перечную? Есть просто мята, да, и мята перечная. Мята перечная обладает горячими свойствами, что показано для представителей капха типа Конституции. Значит, пустырника и мяты берем по 25%, делаем такую смесь, завариваем ее где-то примерно 300 мл кипятка, настаиваем, процеживаем. Пациенту можно рекомендовать носить это с собой, настой такой в термосе, и пить его в течение дня небольшими порциями. Следующая вкладка – это вкладка «Арома». Ну, влияние ароматов на определенные заболевания, она уже давно доказана. И есть ароматы, которые благоприятно влияют и на тип Конституции, и непосредственно на какое-то психоэмоциональное состояние. Что испытывает этот пациент? Этот пациент испытывает страх и тревогу, ему страшно, да, что такое, откуда это все берется, к чему это может привести. И вот мы выбираем из психоэмоциональных расстройств непосредственно страх, тревогу. Ну, то, что вот видим, что жирным шрифтом, то, что рекомендуется, попадает только во второй столбик. Давайте выберем бергамот, допустим, апельсин, что довольно доступно. Да, это можно применять так, как нам здесь рекомендуют. Это можно в качестве каких-то добавок в тот же самый чай, да, фрукты, аромат апельсинов можно и употреблять, и таким образом и вдыхать. Следующая вкладка в рекомендации – это вкладка БАДы. Ну вот, зная, что у данного пациента такая проблема, в вкладке БАДы есть, так скажем, препараты нескольких компаний. Я останавливаюсь на двух компаниях. Первая компания – это компания «Отрада». Почему? Потому что среди БАДов этой компании есть такой препарат, который называется «Кардиоблиз». Вот я его выделяю. Значит, почему хочется на нем остановиться? Потому что этот препарат многокомпонентный, и он показан для больных ашемической болезнью сердца, в частности стенокардии. Многокомпонентный, входит несколько трав, которые оказывают тонизирующее влияние в целом на сердечно-судистую систему. Там есть компоненты, которые оказывают профилактику тромбообразования. А это в лечении ишемической болезни сердца является основным патогенетическим звеном. Это профилактика тромбообразований. И в целом нормализация реологических свойств крови. Здесь есть компоненты, которые нормализуют липидный обмен. Липидный обмен – это показатели холестерина, триглицеридов в биохимическом анализе крови. То, что способствует при нарушении которого, происходит изменение внутренней поверхности стенки сосудов. Но основным компонентом «Кардиоблиз» является такой компонент, как «Арджуна». А «Арджуна» – это аюрведический, так скажем, более известен. «Арджуна» как аюрведический представитель. И это препарат, мощный кардиотоник, который применяется при проблемах с работой сердца. Поэтому, если эстрада, мы останавливаемся на препарате «Кардиоблиз». И если же мы возьмем другую компанию, в качестве примера я беру компанию «Ведохерпс». Почему? Потому что компания «Ведохерпс» – это непосредственно аюрведические препараты. И вот посмотрите, в качестве рекомендации программа также выделяет в чистом виде «Арджуна». Есть «Арджуна», так скажем, более концентрированная, и «Арджуна» в обычных концентрациях. Но здесь уже от ситуации конкретно нужно разбираться. То есть еще раз хочу сказать и подчеркнуть роль такого компонента, как «Арджуна» в лечении болезней сердца. Это «БАДы». Следующая вкладка – это вкладка «Диета». Ну, «Диета-терапия». Сразу хочется сказать, что неоднократно уже говорили, что лечение любого заболевания начинается с правильного подбора режима дня, то есть образа жизни и диеты. Это, так скажем, основные ключевые моменты. Если их пациент придерживается и соблюдает эти рекомендации, это является, ну, так скажем, обеспечивает большую вероятность успеха в решении его проблем. Итак, также мы выбираем проблему сердечно-сосудистой патологии, выбираем заболевание стенокардии, и нам предлагаются определенные продукты питания. Давайте посмотрим. Значит, продукты обычные, доступные всем. Ну, как обычно, выделяются продукты жирным шрифтом. И мы говорим, что это не значит, что нужно употреблять только эти продукты. Но в рационе питания этого пациента эти продукты должны быть. Вместе с теми, которые выделены, написаны обычным шрифтом. Следующая вкладка рекомендательная – это вкладка «Йога». Ну, или другими словами, да, это проявление лечебной физкультуры. Так вот, вкладка «Йога». Сейчас, извините. Нам предлагают несколько упражнений, несколько асанов, которые мы можем также пациенту рекомендовать. Но предварительно их нужно посмотреть, чтобы там… Ну, йога там не может быть рывковых движений, но тем не менее, чтобы не было никаких каких-то силовых упражнений. Ну, и также, допустим, порекомендовать со стенокардии вот пару-тройку тех асанов, которые попадают только в идеальное соответствие. То есть много не надо, потому что физическая нагрузка, она вызывает вот такие вот болевые проявления. Пройдя по всей вкладке рекомендаций, мы не разбираем сегодня вкладку «Физио», «Массаж», «КВЧ», потому что это, возможно, будет отражено в вебинарах, которые проводит у нас Сергей Викторович Косинцев. Он специалист по рефлексотерапии, по физиотерапии. И там он подробно останавливается также на мозологических каких-то проблемах и рассказывает их реабилитацию уже с позиции физио- и рефлексотерапии. Мы разобрали такие стандартные классические приемы реабилитации. И после того, как мы все посмотрели, мы, конечно же, формируем заключение, куда выносим то, что необходимо прежде всего пациенту. А это рекомендации по фито, арома, то, что мы конкретно ему рекомендуем. С теми назначениями, с теми, так скажем, режимом дозирования, который непосредственно вы выбираете, как специалист, который ведет этого пациента. Ну вот, сегодня мы с вами разобрали карточку пациента с синдромом застоя крови. И конкретно из того, что здесь видно, с проявлением ишемической болезни сердца, стенокардия. Это одно из проявлений синдрома застоя крови. И вот весь месяц у нас был как раз посвящен этой проблеме. И еще раз хочу сказать, что Олег Викторович Сорокин проводил вебинар, большой расширенный вебинар, который он посвятил в целом синдрому застоя крови. Этот вебинар вы можете найти на нашем сайте. И там он также отражает, как одну из проблем, это стенокардию. И заостряет внимание на каких-то особенностях ее проявления. Ну, таким образом мы с вами добрались до финала. И если есть вопросы, я сейчас на них отвечу. Я так понимаю, у нас слушатели между собой сами общаются? И задают вопросы, и отвечают. Ну вот, если Константин задает вопрос, какое оптимальное соотношение в процентах между тремя видами регуляции, то Алексей ему отвечает 33%. Это действительно так, это проявление нормы. Это будет у нас проявление, которое будет называться три души. Если вы спрашиваете, я прям даже не знаю, мне ли отвечать, или вот Алексея спрашивают этот вопрос. Значения есть абсолютные, есть относительные значения каждых проявлений. Соответственно, абсолютные значения вы можете найти во вкладке «Спектр», наведя мышку на показатели, допустим, LF, HF, и у вас выйдет подсказка, окно подсказка, где будет написано, в каких пределах норма этих показателей. Это абсолютные проявления, ну, допустим, показатели HF составляют в пределах 300-700. А показатели в процентах – это действительно так. Единственное, что нужно сказать, что относительно распределения показателей в LF в норме не должно превышать 50%. То есть, если превышение происходит 50%, ну, приближается к этому значению, да, синий фон, это центральное звено регуляции, оно включается как аварийный механизм, если вегетативно-нервная система, испытывая такие нагрузки, не справляется с регуляцией. Да, действительно, можно назвать и кардиоблиз, и блистимид больше. Ну, вот кардиоблиз как-то вот нам ближе. Хотя вы совершенно правы, можно остановиться и на одном, и на другом. Хорошо, Александр, я прочитала ваше обращение, доведем его до руководства. Так, а вот по поводу ЦИГУН, это нужно обращаться непосредственно к Сергею Викторовичу Косинцеву, и вот здесь он, наверное, вам все должен подробно рассказать. Галина, я решила ваш вопрос, я вам отвечу в индивидуальном порядке, вместе с Сергеем Викторовичем напишу вам в скайпе. Если вопросов больше нет, я всех благодарю за внимание и приглашаю на вебинары, которые у нас состоятся теперь в ноябре месяце. Всем спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok